Доброе утро, дорогие братья и сестры! Мы с вами начинаем 10 главу Послания к Евреям с 1 стиха Закон, имея тень будущих благ, а не самый образ вещей, одними и теми же жертвами, каждый год постоянно приносимыми, никогда не может сделать совершенными приходящих с ними, иначе перестали бы приносить их, потому что приносящие жертвы были очищены однажды, не имели бы уже никакого осознания грехов, но жертвами каждогодно напоминается о грехах, ибо невозможно, чтобы кровь тельцов и козлов уничтожала грехи. Ну, опять мы с вами с 1 по 4 стих, здесь как бы повторение темы, приводится тот же самый аргумент, что если бы жертвы очищали от греха, совершенно очищали, то не было бы необходимости Иисусу приходить, но жертва не совершенна, как написано, закон имеет тень будущих благ. То есть вот все это, вся система жертвоприношения Ветхого Завета, это лишь тень. И странно, что люди, опять-таки, повторяя наши прежние рассуждения, странно, что люди снова обращаются к тени и не спешат бежать ко Христу, потому что, ну, это как все равно, что прийти на встречу с человеком и пытаться общаться с его тенью, а не с ним самим. То есть Ветхий Завет, это лишь тень будущих благ. И надо спешить к совершенству. Не будем долго на этом задерживаться, потому что все аргументы были сказаны в предыдущих видео. Давайте с 5 стиха прочитаем дальше. Посему Христос, входя в мир, говорит, «Жертвы и приношения ты не восхотел, но тело уготовал мне. Всесожжение и жертвы за грех не угодно тебе». Тогда я сказал, «Вот иду, как в начале книги написано, мне исполнить волю твою Божию». Сказав прежде, что ни жертвы, ни приношения, ни всесожжения, ни жертвы за грех, который приносится по закону, ты не восхотел и не благоизвалил, потом прибавил, «Вот иду, исполнить волю твою Божию». Отменяет первое, чтобы постановить второе. По сей-то причине освященным и единоградным принесением тела Иисуса Христа. Здесь интересные моменты. «Посему Христос, входя в мир, говорит, «Жертвы и приношения ты не восхотел, но тело уготовал мне». То есть, это цитата из Псалма 25 по 7 стихи, как у здесь ссылочки написано. Цитата из Псалма 39. С 7 по 9 стихи. И как бы сам Сын Божий обращается к Богу Отцу в этом Псалме. Ну, не как бы, а так оно и есть. И говорит, что «Жертвы и приношения ты не восхотел, но тело уготовал мне». Обратите внимание, говорится «мне». Понятное дело, что Давид был пророком и вот говорил такие пророческие слова. И вот Сын Божий говорит Богу Отцу «ты уготовил мне тело». Это еще раз подчеркивает несовершенство Ветхого Завета этих жертв. Но тогда что же совершенно? То есть, вот в Божьем замысле было, как бы здесь написано эта фразочка, «но тело уготовал мне». То есть, в Божьем замысле от начала мира «Сын Божий должен был пострадать». Написано тогда, «я сказал, вот иду, как в начале книги написано мне, исполнить волю твою Божию». Это вот очень интересный момент. И мы здесь видим одновременное существование воли Божьей, то есть, из вечного Божьего плана, и, тем не менее, решение, которое Сын Божий принял самостоятельно, совершенно добровольно. То есть, с одной стороны, это было предначертано, то, что Сыну Божьему нужно было пострадать. С другой стороны, мы видим в Писании, ну, это и в Гефсиманском саду, как написано, проявилось, ну, и в прочих местах мы видим, что Сын Божий должен был, ну, и в самих же послах, в самом же послании к евреям написано, что Сын Божий Иисус должен был научиться послушанию, и должен был вот этот вот извечный Божий план принять добровольно, и согласиться с Ним, и как бы соединиться, ну, не как бы, а по-настоящему соединиться в воле, с волей Бога Отца, вот в этом деле. То есть, и мы видим здесь опять одновременное существование и свободы воли, и предопределенности. То есть, ну, почему-то это вызывает споры у людей. То есть, мы, ну, вот, предопределение, есть предопределение изначально, или все-таки есть свобода воли. То есть, ну, мне кажется, опять, мне кажется, что зря люди вообще, в принципе, копии ломают, потому что, на самом деле, с одной стороны, в Библии есть много аргументов в пользу того, что существует предопределение, и это очевидно, как написано, что Бог нас предузнал прежде начала мира, то есть, Божий план был совершен изначально, и предопределение имеется, мы видим, что Бог заранее знал все. С другой стороны, мы видим, что свобода воли остается. И мы видим, опять-таки, самое главное, так что мы видим, что самое главное, что эти вещи существуют одновременно. Как это уложить в одном деле, как это уложить в одном, в одной пространственно-временной системе координат, то есть, как это может существовать одновременно, это трудно уложить. Но, как бы, попробую дать пример. Понятное дело, он несовершенный, но это как-то все равно, что, например, ну, тоже самое в семье, да, вот есть, например, отец задумал, ну, вот как в моей жизни, да, в моем, в моем случае был, отец задумал делать какой-нибудь пристрой в деревне. То есть, ну, это достаточно большой проект, то есть, там много всего нужно делать, и затратно, и так далее. Но, естественно, один он не сможет сделать, ему нужны помощники. И в этом своем плане отцовском, естественно, он рассчитывал на меня, как на своего, там, старшего сына. То есть, он там все спланировал, у него все готово в голове, вот, и потом он мне сообщает, ну, вот, сын, я тут начинаю строить, вот, как бы, давай. Ты в этом плане есть, как помощник, как чернорабочий, вот, который таскает месяц, там, заливает, проливает, там, подносит, переносит и так далее. И здесь уже мой выбор, присоединиться к этому плану или сказать, да, ну, в баню, не хочу, не хочу строить, и все. То есть, понимаете, и получается, что, вот, как бы в этом простом примере мы тоже видим, что и план, предопределенность, и свобода воли существуют одновременно. То есть, план есть, но я должен был решить, пойти, присоединиться к этому плану или нет. И вот все это подобное в нашей жизни, я думаю, происходит. Понятно, что это несовершенный пример, что в Божьем плане все гораздо глубже, и разнообразнее, и интереснее все переплетено. Но я думаю, что вот эта простая ассоциация поможет нам увязать вот эти вот вещи предопределения и свободу воли в одном, в одном месте, в одном узле, в одной спайке. То есть, как вот здесь написано, в начале книги написано обо мне, седьмой стих. То есть, это было предопределено Бог в начале книги, в начале времен, и еще до начала времен предопределил, дал вот этот план. Но, тем не менее, тогда, здесь написано, тогда я сказал, вот иду, исполнить волю твою Божию. То есть, смотрите, тогда я сказал, да, вот я иду. То есть, Иисус добровольно присоединился к этому Божьему плану. Вот оно, предопределение и свобода воли. И свобода воли, он, ну, как вот, повторюсь, написано в послании к времени, Иисус научился послушанию. И когда Иисус говорил, что в Гефсиманском саду просил, прошу, промеси эту чашу мимо меня. То есть, он молил Отца, говоря, может быть, есть, может быть, есть другой путь, может быть, мы как-нибудь обойдемся без этого. Вот. Это опять, как в моем примере, я мог бы начать упрашивать отца, говорить, слушай, бать, ну, может быть, рабочих наймем, там, кого-нибудь, там, соседа попроси за бутылку, там, ну, давай как-нибудь, вот, без этого, без меня, там, ну, поход, ребята, друзья, там, ну, что это будут? они все там на речке, а я тут цемент мешу, месю, размешиваю. Ну, отец сказал, нет, вот, давай так вот, вот, ну, никак нельзя, да, дело затратное, надо там, и так далее. Все. Вот то же самое, и Иисус добровольно подчинился в этот момент, он сказал, ну, окей, тогда я иду, то есть, но да будет воля твоя, он сказал, да будет воля твоя, он принял этот план, он принял эту волю Божью, и исполнил ее, сказав, восьмой стих, ни жертва, ни всесожжения, не восхотел за грех, который, приносится по закону даты, и восхотел, и не благоизволил. И здесь автор тем самым показывает опять, мы же здесь, у нас опять продолжается сравнение Ветхого Завета, Нового Завета, я имею в виду жертвоприношения, здесь написано в девятом стихе, отменяет первое, чтобы постановить второе, ну, как второе, понятно, как более, как лучшее, как более совершенное, вот, но опять, опять, то есть, здесь рассуждение Христа по этому поводу, что да, Ветхий Завет не очень, несовершен, а вот это Новозаветная система, даже не система, Новозаветное положение дел, идея Новозаветная, она более совершенная, но опять, это как рассуждение Христа, вот, о необходимости принять волю Божию, то есть, он рассуждает, показывает эти рассуждения нам, и опять-таки, показывает свое добровольное подчинение, добровольное принятие Божьей воли, вот, по сей-то воле освящены мы единократным принесением тела Иисуса Христа, ну, опять, автор говорит, что жертва, которую принес Иисус, достаточно, она единократно принеслась, ее достаточно, и именно это и показало ее достаточно, что она однократно принесена, а те, тем самым, ну, старые жертвы приносились многократно, и вот, именно этим они и показывали свое несовершенство, потому что, ну, естественно, если, если, если можно было бы напиться один раз водой, водой, то, ну, это показывало бы, опять, совершенство, вот это, неудачный пример, извините, несовершенство, показывает несовершенство воды для утоления жажды, то есть, один раз выпил, будешь жаждать опять, будешь хотеть пить опять, это так, славенький пример, короче говоря, жертва, жертва Христа была совершенна, ее достаточно, ее принесли один раз, это и показало то, что она совершенна, все, точка, Отец наш Небесный, научи нас, пожалуйста, принимать твою волю, научи нас, пожалуйста, Господь, добровольно, соглашаться с твоей волей на нашей жизни и просто следовать за тобой, моим Иисусом Христа. Аминь. Субтитры создавал DimaTorzok